Мы продолжим с Любовью Третьяковой, мастером муниципального бюджетного учреждения, службы единого заказа, благоустройства и дорожного хозяйства. Любовь Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы не первый год, далеко не первый год работаете в этой сфере. Такие посадки такого масштаба у нас раньше были? Насколько за последние годы такой масштабной посадки в городе не производилось. Сейчас эта компенсационная посадка производится в связи с тем, что делалось благоустройство в городе, парковочные места новые, детские площадки. В связи с этим проводилась большая вырубка. Каждое дерево вырубленное сажается два новых. Поэтому такая большая компенсационная высадка. Помогают местные жители? Да, местные жители, они и своим энтузиазмом, и своими поддержкой, словом, нам помогают. И помогают сажать, и советами. Но я знаю, что вы занимаетесь и другими посадками. Например, только начинается весна, вы уже готовите клумбы, высаживаете цветы, и так до поздней осени. Да, это действительно так. Только снег сошел, мы уже готовите, начинаем клумбы под посадку виолы. В дальнейшем мы высаживаем, уже виолы убираем и высаживаем летники. Это бегония разных сортов, сальвия, тагетис и другие посадки разных цветов летников. И украшаем ими наш город. А вот сейчас, осенью, ведь тоже что-то будете сажать? Осенью мы, после того, как убираем летники, готовим опять клумбы под посадку тюльпанов. Чтобы весной наш город цвел и показывал свою красоту. Но ведь за посадками, за ними еще и ухаживать надо. Я так понимаю, что вот как раз эти инструменты, это ваши самые добрые, самые верные помощники. Да, корнеудалители, посадочные лопатки. И многие садовые инструменты, которыми пользуется огородник, любой огородник, этими же инструментами пользуемся и мы. Так что, да, уборочная во время летнего периода происходит уход за цветами. Это обязательно прополка, полив и удаление сорняков и так далее. Обычная наша работа. Любите свою работу? Да, любим. Наверное, поэтому и город наш становится все лучше, краше и ярче. Огромное спасибо за вашу действительно важную и нужную работу. А я напомню, что в гостях у нас была Любовь Третьякова, мастер муниципального бюджетного учреждения, служба единого заказа, благоустройства и дорожного хозяйства. А наш корреспондент Алексей Пименов сегодня прошел по улицам города и спросил видновчан, как они оценивают всю эту красоту, которую нам дарят наши озеленители, и как сделать, чтобы цветы как можно дольше радовали нас. Замечали ли вы, как город украшает цветочное оформление? Да, замечал. Нравится вам или нет? Какое отношение? Симпатично. Да, хорошо. Культурно. Очень люблю фотографировать. И именно в городе Видном замечала, что очень все своевременно высаживается, всегда цветы, если надо, заменяется. Вы знаете, это очень заметно и очень приятно. Поэтому побольше такого. Пусть дальше продолжают это делать, потому что настроение людей поднимает на самом деле. Клумбы, они должны быть, потому что это красота, это радует глаз, дети радуются. Но мне кажется, раньше было ярче и красивее. Мне нравится с детьми гулять на пруду, допустим, за гендиатором «Искра». Там как бы и в клумбу вот это оформляют, меняют постоянные надписи, и дату даже ставили когда-то в свое время. Я как флорист вообще очень оцениваю состояние клумб. Цветы очень хорошо подобранные, посаженные. Все прям как надо, на высшем уровне. Здесь вот около «Искры» хорошие клумбы всегда. Около детского городка мы там гуляем, тоже всегда очень аккуратно все. Вообще проблема вандалов, она существует или нет? Вы знаете, вот когда тюльпаны бывают, немножко заметно, но не настолько страшно, что прям вот катастрофа. Я лично такую проблему не замечал, но возможно она имеет место быть, не сомневаюсь, что есть люди, которые хотят просто поживиться с цветами, так скажем, легко и просто. Ни разу не видела невыдернутых цветов, ни разу не видела, чтобы кто-то их рвал. Никогда не замечала такого. И всегда еще удивлялась этому. Ну, я думаю, что есть желающие, которые хотят воспользоваться и пользуются этой рассадой. А что делать? Ну, конечно, в каждой клумбе человека не поставишь, да, с ружьем, чтобы он там отстреливал или как-то. Но это на совести людей. Помню старые времена, когда это вытаптывалось, вырывалось, выкапывалось. Ну, может быть, вовремя заменяет, я не знаю. Я вообще как бы не вижу у нас милиции в городе, чтобы она патрулировала город, как бы чаще ездила, проезжала по всем местам, как бы, скажем, где скопления людей вообще очень мало. Вот я в Москве, как бы в свое время жил в Москве, там, на самом деле, прям постоянно патрули, пешие ходят. Ну, помимо там конные есть и машины тоже ездят. На самом деле, как бы здесь чему-то от этого нет. Я смотрю, их не топчут, нормально все, не вырывают. Может, какой-то пьяница когда-нибудь подойдет, вырвет, в принципе, а так. Я думаю, что все нормально. Как-то следит, либо милиция следит, либо людям это не надо вырывать цветы, потому что росли бы розы, в принципе, повырывали бы, а так. Я думаю, что, конечно, как-то надо людям показывать, что это все под охраной, я не знаю, или как-то обращать внимание, но или самосознание людей уже настолько выросло, что стало лучше сохраняться. Продолжение следует...